Прекрасного настроения! Меня зовут Суразеев Дмитрий и сегодня со мной Самков Андрей, синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. Мы разберем популярную позицию в смешанных единоборствах закрытый гард. Мы рассмотрим эту позицию как с точки зрения атакующего спортсмена, так с точки зрения защищающегося. Первое, на что мы должны обратить внимание при занятии позиция гард сверху, это на правильную постановку вашего центра тяжести. Как вы видите, мой таз плотно прижат к пяткам и весь мой центр тяжести находится далеко от его таза. Ноги мы расставляем в бок для того, чтобы его бедра лежали на наших бедрах. Чтобы исключить большинство приемов с нижней позиции, мы своими локтями контролируем его бедра. Далее, мы свою голову поджимаем в район его пупка, солнечное сплетение и руками закрываем свои скулы для того, чтобы он не имел возможности нанести нам удар из нижнего положения. Все вместе. Это будет базовое положение при работе в гарде сверху. Если вы попали в положение закрытый гард, ни в коем случае нельзя делать несколько вещей. Первое, это узко ставить колени и поджимать их под ягодицы и выпрямлять при этом свою спину, убирая свой таз со своих пяток. Потому что соперник сразу сделает базовый простой свип. В позиции закрытый гард ваши руки должны осуществлять контроль его бедер. Если они находятся со внешней стороны, то мы сопротивляемся его приемом путем поджатия локтями его бедер. Отлично! Если ваши локти оказались с внутренней стороны его бедер, здесь ситуация посложнее, но вы также можете контролировать его ноги за счет своих предплечений. Например, если он пытается выйти на треугольник, вы просто поставляете предплечье и не даете ему это сделать. Итак, первое, что мы делаем, когда попадаем в позицию закрытого гарда, это поджимаемся, собираемся, начинаем контролировать бедра нашего соперника и обрабатываем его своими ударами для того, чтобы восстановить осанку и нанести амплитудный сильный удар за счет разворота корпуса. Первое, что я делаю, попадая в позицию закрытый гард, это я плотно прижимаюсь к своему сопернику и осуществляю контроль его бедер за счет своих рук. Ноги расставляю широко, таз сажаю на пятки. Прижимаюсь головой к его животу, руки кладу в район своих скул. Начинаю обрабатывать его своими ударами и ищу момент, смотрю на его действия и ищу момент для того, чтобы восстановить свою осанку и нанести амплитудный удар. Соперник, скорее всего, будет вас подтягивать обратно. Будет подтягивать обратно. Здесь я делаю то же самое. Забираю свои руки, осуществляю контроль его бедер и ищу возможность для отрыва и нанесения акцентированного удара. Давайте разберем, по каким траекториям лучше всего наносить удары в тот момент, когда вы восстановили свою осанку. Классические удары сбоку очень неэффективны, потому что ваш соперник будет сразу вставлять предплечье, вязать вас и подтягивать к себе. К тому же вы открываете свою челюсть для нанесения удара и даете ему возможность попробовать сделать болевые приемы. Поэтому вам необходимо работать в других плоскостях. Первая очень эффективная плоскость, которую вы можете использовать, это плоскость апперкота. Вот она. Так как для него это разрез его рук, мой кулак вот таким образом очень хорошо зайдет. Этот удар я видел у Джеффа Монсона в бою с Фёдором Емельяненко. Вторая траектория, по которой вы можете бить, это удар в разрез его рук сверху. И если вы уже решили бить боковую траекторию, то вы должны это сделать подготовленно. Ударом в корпус оттянуть его локоть ниже и перевести ударом в голову. Если вы делаете это крест-накрест, то также это может оказаться неэффективным, потому что вас завяжут. Поэтому пробуйте работать с одной стороны. Нельзя забывать о том, что помимо головы у нас существуют еще другие эффективные места для поражения и для нанесения ударов. Первое, это область печени, в которую вы можете очень удачно с восстановленной осанки произвести боковой удар. Область селезенки, солнечное сплетение и он держит вас за счет своих бедер. Если вы произведете несколько акцентированных ударов локтями в его бедро, через какое-то время он будет, его гард ослабнет и вы сможете его пройти и перейти в более выгодную для вас позицию. Также, если в ваших правилах разрешены удары локтями в область корпуса, вы должны обязательно эти удары добавить к своим комбинациям. Вы можете оттянуться высоко, восстановить осанку, рухнуть локтем в район его солнечного сплетения и перевести удар в голову. Как левым локтем, так и правым. Вот и все. Теперь о том, как правильно восстанавливать и держать вашу осанку. Я начинаю бить, ищу момент для того, чтобы оторваться. Отрываюсь. Пятки касаются моего таза и я свой затылок поднимаю максимально вверх. Что мне дает такое? Спина прямая, затылок максимально вверх. Что мне дает такое высокое положение? Допустим, если мой соперник попробует, например, захватил конечность и попробует сделать какой-то болевой прием, я легко уйду с него, потому что он не сможет завести свой таз под мой сустав. Если он захочет сделать мне, допустим, треугольник, то также я увижу его движение и смогу в нужный момент скинуть его ногу. Такое высокое положение осанки дает вам возможность занять удобную позицию для нанесения ваших ударов. Что мы делаем? Одну ногу мы ставим на коленную стопу, а вторую ногу оттягиваем по диагонали от вашего соперника. Очень важно, чтобы ваш соперник не смог дотянуться до вашей ноги рукой. Тем самым у нас есть большая хорошая амплитуда для нанесения удара. Вот эта рука остается в контроле. Если он будет тянуть за нее, мы просто ее убираем и также можем ей наносить удар. Здесь очень амплитудный получается удар, которым вы можете действительно послать вашего соперника в нокдаун. И далее, если он будет оглушен, вы совершенно спокойно сможете снять гард и пройти в сайт-контроль. Если в ваших правилах разрешены удары локтями в голову, то вы можете их наносить по интересным траекториям. Первая траектория – это тот же самый разрез, разрез между его рук. Вы бьете, погружаясь всем корпусом в его челюсть либо голову. Рука становится параллельно его корпусу и острие локтя наносит удар, желательно в челюсть. Но там, конечно, как попадется. Если ваш соперник вяжет ваши руки, вы можете ударить локоть в стиле Джона Джонса. То есть, убрать свое предплечье и нанести удар с обводом его руки. Убрать предплечье и нанести удар с обводом его руки. Если у вас контроль его кистей, то также можете, убирая его руку, нанести хороший удар локтем. Он закрыться не сможет, потому что вы контролируете его предплечье. ММА – это интеллектуальный вид спорта и он дает массу разнообразных техник. Вы можете нанести неожиданный сокрушающий удар вашему сопернику через обманное касание его ног. Мы делаем вид, что мы начинаем проходить его гард и касаемся, разворачиваемся и касаемся его стоп своей рукой. Соперник начинает думать о том, что вы хотите разорвать его гард и начинает подтягивать вас обратно. Здесь, на возвратном движении, вы наносите свой удар в разрез. Еще раз. Мы ставим специально колено между его ягодиц. Начинаем показывать, что раскрываем его гард, касаемся его стопы, он начинает подтягиваться и здесь мы наносим свой акцентированный удар. Тут главное – дольше держать вашу осанку прямой, потому что если вы ее завалите, то попадетесь к нему в позицию, где у него больше контроля. Если у вас есть локоть, то точно так же только бьем в разрез локтем. Также не забывайте, что добивать фидсгарда очень эффективно использует свой хаммерфист. Тем самым вы подтягиваете руки соперника к челюсти и можете нанести акцентированный удар сбоку. Удар хаммерфистом идет также в разрез защищающийся рук соперника. Позиция гард – это позиция глухой защиты. Популяризацией этой позиции мы обязаны бразильскому джиу-джитсу, но рассматривая позицию закрытого гарда и применение его в смешанных единоборствах, мы должны учитывать специфику данного вида спорта, в частности, возможность нанесения ударов в партере. Соответственно, когда я занимаю позицию закрытого гарда, моя задача максимально обездвижить оппонента и мобилизировать его, если можно так выразиться. Для этого мне помогают мои ноги и мои руки. Когда я держу закрытый гард, ноги работают активно. Своими ногами я всегда буду ломать осанку своему оппоненту. Потому что, как ранее говорил Дмитрий, восстановив осанку и подняв свой центр тяжести, он имеет возможность наносить мощные амплитудные удары за счет скручивания корпуса. Поэтому, когда я нахожусь в закрытом гарде снизу, я всегда своими ногами притягиваю его к себе. Таким образом, я ломаю ему осанку и не даю возможность наносить сильные удары. Второй аспект, который мне необходим в закрытом гарде, это необходимость обездвиживать его руки. Поэтому, я буду всегда притягивать его ногами к себе и своими руками вязать его руки. Таким образом, очевидно, что из этой позиции он не может наносить удары. Во-вторых, он будет тратить силы на то, чтобы восстановить осанку и на то, чтобы вытащить руки. И как показывает практика, данный вид борьбы в гарде очень сильно изматывает оппонента. Когда я нахожусь в закрытом гарде и просто вяжу ему руки, это позиция глухой защиты. То есть, я защищен, но, тем не менее, у меня практически нет возможности атаковать. Будучи в закрытом гарде снизу, завязав обе руки оппонента, прижимая свои локти к корпусу, далее отсюда я буду искать любую возможность для того, чтобы улучшить свою позицию. И для этого мне поможет одна из вариаций базового свипа. Чтобы его сделать, мне необходимо раскрыть гард. Одну ногу я буду ставить в пол и за счет моста буду мастить его в сторону своего правого плеча. И сразу же восстанавливать осанку и садиться в фулл маунт. Это самый базовый, самый простой свип, который можно сделать из позиции закрытый гард, завязав обе руки вашего оппонента. Далее. Естественно, наш противник не будет просто так позволять нам вязать свои руки, он будет искать любую возможность вытащить свою руку для того, чтобы нанести удар. Здесь важно сохранять контроль хотя бы одной руки. Я достигаю этого контроля за счет того, что моя рука держит его за плечо, локоть я прижимаю к своему корпусу. Обязательно сохранить контроль одной руки. Если ему удалось освободить руку и он замахивается для того, чтобы нанести удар, я встречаю его в локоть своей ладони и дальше я обязательно буду вставлять свою голень ему в подмышечную впадину. Вот таким образом. Это тоже хорошая позиция как для того, чтобы обездвижить его, так и для того, чтобы попытаться из этой позиции сделать свип. Я могу отсюда сделать креветку, подвернуться на правый бочок и также ногой столкнуть его в бок, сесть в фулл маунт. Очень многие бойцы ММА используют эту позицию, когда оппонент вытаскивает правую руку и мы вставляем свою голень ему в подмышечную впадину. Вот таким образом. Здесь также возможно следующее развитие событий. Я опять же подворачиваюсь на противоположный бок, отталкиваю чуть-чуть его руку, вытаскиваю свою ногу и накидываю ее на шею. Это позволяет мне закрыть треугольник. По поводу треугольника добавлю только один момент, что классический треугольник подразумевает, что мы перекладываем руку по диагонали, для того, чтобы перекрыть ему сонную артерию. Это делается для того, как я уже сказал, чтобы перекрыть сонную артерию, но мы можем достигнуть этого, не перекладывая руку, то есть просто сводя свои бедра вместе, когда его дельтовидная мышца давит ему на шею. Очень важно при работе снизу вязать руки оппонента. Всегда, когда он пытается нанести мощный амплитудный удар, своими ногами я притягиваю его к себе, свою руку веду поверх его руки и прижимаю своим локтем свою руку к своему корпусу. Моя рука находится на уровне его плеча, ближе к плечевому суставу. Чем плотнее я прижимаю локти, тем лучше будет контроль, мой контроль его рук. Также для дополнительного контроля я сцепляю кисти на уровне своего живота и свожу локти вместе. Таким образом, я достаточно плотно завязываю его в этой позиции. Также не стоит забывать о том, что в УМА с успехом можно применять все базовые слипы, которые работают в грэплинге и в бразильском джиу-жицу. Единственное, необходимо учитывать специфику нанесения ударов. В тот момент, когда оппонент наносит удар сверху, я встречаю его и накидываю оверхук. После этого я расцепляю гард, прихватываю вторую руку на уровне запястья, делаю небольшую креветку от него и вставляю своего колена и голень на уровне его груди. Моя голень идет по диагонали от его таза к противоположному плечу. Вторую ногу я опускаю на пол, руку прижимаю к себе и своей голени толкаю его от себя. После этого мне сразу же необходимо сесть в позицию в маунт. Как эффективно и легко вытащить свою руку из захвата соперника, в частности оверхуков? Если соперник уже взял ваши руки и сцепил свои руки, это практически невозможно. Если только вы скользкий и потный, надо работать до этого момента. Поэтому, как только он хватает вашу руку, вы должны сделать движение под его корпусом. Вот таким движением вы очень легко вытащите свою руку. Поэтому при ударе вы не должны проваливаться, то есть вот это недопустимо. Так вы уже ничего не вытащите. Я бью, он хватает мою руку и моя задача выйти своим предплечьем вовнутрь. Бью, выхожу. Бью, сразу убрал. Бью, сразу убрал. Бью, сразу убрал. Теперь, если вы все-таки попали в позицию, когда он взял два оверхука и сцепил свои кисти, вам необходимо немножко разжать свои локти. То есть поднять их выше и попытаться чуть-чуть разорвать его захват. Как только вы почувствуете, что его захват разорван, ваша задача, вы показываете, что вы хотите вытащить одну руку, он сосредотачивает внимание на ней, а сами вытаскиваете резко вторую. Это такой эффективный способ для освобождения своей руки. Если вы будете вытаскивать руку под прямым углом к его локтю, он сделает вам обратный рычаг локтя или так называемый армкраш. Поэтому вы должны подать плечо чуть-чуть вперед и развернув кисть, вытаскивать вот таким образом свою руку. Еще раз. Мы разворачиваем плечо и вытаскиваем локтем вверх. Отсюда он не сможет вам сделать болевой. Если в ваших правилах разрешены удары локтями, то в закрытой позиции нижней, когда вы подтягиваете своего соперника к себе и контролируете его, вы можете, вытащив одну руку, оттянуться и очень эффективно ударить его в свод черепа. Что для этого надо? Для этого нужно крепко контролировать его ногами. У вас хорошо, если бы был один андерхук и за счет разгибания и изгибания корпуса вы можете нанести большой урон своему сопернику. Как показывает профессиональная ММА, Карл Скандид снизу практически не борется, но очень эффективно бьет локтями своих соперников. Также вы можете использовать для переворота соперника еще один базовый свип. Вы подлавливаете бьющую руку соперника, забираете ее своим предплечьем выше локтя. Вторую руку соперника забираете в контроль кисти, подворачиваетесь и вставляете две пятки ему в бедро. Оттягиваетесь и одну пятку засовываете под его бедро. Вторая нога оказывается у вас сверху и вы за счет подтягиваете его на себя и за счет вытаскивания ноги и подсекания второй ногой переворачиваете его и занимаете позицию. Здесь, как только вы заняли позицию, надо сразу вытаскивать руку. Потому что если вы не вытащите руку, ваш соперник может сделать обратное движение и смастить. То есть вы должны сразу стабилизировать свой корпус. Итак, еще раз. Он бьет, мы подлавливаем руку, забираем предплечье выше локтя. Контроль кисти, подворот, две пятки в бедро. Засовываем одну ногу под его бедро. Нога сверху его корпуса. Подтягиваем его на себя, вытаскиваем вверх и подтягиваем его ногами. Как только мы перешли, сразу руки в контроль. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Если вам понравилось данное видео, поделитесь им с друзьями. Совершенствуйте свой гард, учитесь добивать и становитесь сильнее. И в сегодняшней серии мы расскажем вам, как сделать ваши удары ногами сильными, быстрыми, а также красивыми. И для сегодняшнего комплекса нам понадобится эспандер лыжника. Первая часть комплекса будет состоять из ударов коленями. Мы крепим эспандер на голеностопе и наносим удары коленями. 45 секунд право. Субтитры создавал DimaTorzok